Добрый день! Сегодня у нас 162 серия микросериал автоинтервью, 10 выпуск. Вместо эпиграфа... Самое трудное для исследователя правильно выбрать предмет исследования. Для этого надо понимать, где проходит граница между понятным и непонятным, и работать на этой границе. Понятным и непонятным для кого? Для потенциального читателя. Вот материал из Фейсбука. Обнаружил такую страничку. Мне кажется очевидным, что Евгений может быть и настоящее имя. Но Сталин это, конечно, псевдоним. А вот комментарии на этой страничке. Вот Мурат Мусабаев и Иосиф Хубеев как бы не типичные русские граждане, несмотря на... Но вот Виктор Басов, наверное, типичный читатель этой странички. Со временем понимаешь, как великий руководитель народов СССР Сталин. С ошибками. Вот этот человек, это явно не писатель, а простой рядовой читатель. Тут все вместе представлено. Вот тут и православие с иконами. Вот тут и культ победы. Вот тут и я люблю Донецк, наверняка, в связи с войной в Украине. А вот это вот, что за гора, интересно. Давайте посмотрим, что это за гора. Это не Гранд Каньон в США, это Туркмения. То есть человек гордится, человек любит православие, любит культ победы, любит войну с Украиной и гордится тем, что у нас в Туркмении есть Каньон не хуже, чем в Штатах. То есть очевидно в голове советская смесь СССР вот в таком вот замечательном виде. Продолжим все-таки наш диалог. Поговорим про СССР. Да, тот мифический СССР, который живет в головах некоторых наших сограждан, это, конечно, один, два, три, четыре, архаика, и при том весьма причудливая. Но я бы хотел поговорить про реальный СССР, тот, который часть нашей истории, а не часть мифа. Но ведь СССР 37-го года и 77-го года это не одно и то же, не так ли? Я буду говорить о трех эпохах, и они разные. Первый СССР это Сталин, второй СССР это Брежнев, и третий СССР это Путин. А для чего мы занимались детскими садами, магазинами и прочее? Это нам как-нибудь поможет? Это поможет нам отдельно анализировать фактуру общества и отдельно фактуру власти. Фактуру или структуру? У тканей фактура, то есть микроструктура, повторенная многократно. Меня интересует ткань общества и ткань власти. Они взаимосвязаны? Разумеется. Это такая двуслойная система, взаимофлияние слоев важно. Но важно и то, что у каждого слоя своя фактура и своя инерция. А вот Дмитрий Быков написал такую мысль. Путинская Россия взяла у СССР все плохое и не взяла ничего хорошего. Это одна из проекций того, что было в данном случае на экран сознания писателя Быкова. Мы объясним эту проекцию позже, но нас интересует объемная картина. Я уже отметил, что общество и власть надо описывать отдельно. Почему общество описывать труднее? Все примеры из общества СССР-2, которые я привел в прошлом выпуске. Плохой детский сад, советский магазин. Да, это мой личный опыт, но личный опыт отдельного человека ограничен. Информация о том, что реально происходит в обществе, труднодоступна. Да, во-первых, СССР и первый, и второй, и третий навязывает нам и продолжает навязывать ложную картинку. И это его родовая черта. Во-вторых, многие сообщества стараются закрыться от посторонних взоров. И мы не понимаем, что происходит внутри, и пока либо не попадаем внутрь, как участники, либо пока не разразится скандал с подробностями, но и скандал не дает всей правды. И поэтому... Поэтому сегодня мы поговорим о власти. О нематериала много, достаточно привести его в некоторый обозримый и понятный вид. А для этого у нас есть ТУАИ. Итак, первая компонента. Как был устроен СССР? Отмечу то общее, что объединяет СССР с первого, второго и третьего издания. Это общая вертикаль власти. То есть, внутри властной группировки, основная четверка, это 1-3-5-7, все решается вертикально, горизонтальные связи запрещены. Вот что пишет об этом Алексей Шустов, например. Большевики каленым железом выжигали любой намек на горизонтальные связи, потому что в каждом таком случае возникала угроза их власти. Все замыкали наверх. Хочешь решить вопрос, пожалуйста, стучи, заноси начальнику. Хочешь урвать у соседа, найди старшего по званию, который тебе в этом поможет либо сам за неположение сверху, решаясь позицией силы. Только не пытайся договариваться. И вот в результате способность решать вопросы в уважительном горизонтальном диалоге утрачена. Хочу обратить ваше внимание, во-первых, на генезис. Из чего это возникло? Кто тут предок? Этот предок самодержавия 1-3-5. Во-вторых, хочу обратить внимание на принципиальное отличие этого мышления от мышления предка. То есть, отличие 1-3-5-7. 1-3-5 это, конечно, 7, оригинальная картина мира, исходящая от самой власти. У нас в автоинтервью 5-м был такой слайд, где мы сравнивали царскую Россию с Францией при старом режиме. И вот каркас царской России самодержавия, это 1-3-5, в который вписаны православие и народность как меньшие подчиненные части. Самодержавие доверяло заботу о картине мира православия, о себе оставило только негативную часть работы, то есть цензуру. Февральская революция цензура отменила. Большевики не просто восстановили цензуру, они шаг за шагом ввели монополию государства на создание культурных ценностей, на распространение информации, на духовное производство, оттеснили от этих задач церковь. Про советский проект. Ленин не случайно считается автором советского проекта, хотя роль Троцкого революции не меньше, роль Сталина велика и прочее. Ленин адаптировал Маркса Энгельса, а заодно Фейербаха Гегеля и построил новую картину мира, которая настолько проникла в умы советских интеллигентов, что даже лучшие, например, Ленинков, не смогли из нее выпрыгнуть. Правда, картина сильно отличалась от реальности, ее приходилось все время настраивать заново, так что уровень 7 был всегда важен для власти и сейчас тоже важен. Путин и его подельники продолжают навязывать нам свою картину мира по семерке. Фирменное блюдо, ложь, манипуляции, демагогия разных сортов, все это гораздо разнообразнее и сложнее, чем в СССР первой и второй версии. Итак, 1-3-5-7 это скелет СССР, и во втором и третьем издании, это и есть вертикаль. Но дальше начинаются различия между тремя версиями, возникает особая вторая компонента власти, особенная у каждой версии. Вторая компонента. Вторая компонента разная в разных версиях СССР. В первой версии это проектное мышление 3-4-5-6, во второй версии это моральное мышление 2-4-6-8, и в третьей версии это традиционное мышление 1-2-3-4. Я сейчас приведу 3 примера, которые как ключевые события подтверждают этот ответ, а подробное обсуждение этих типов мышления и как они были реализованы в истории СССР, мы отложим до следующей серии. Это потребует значительно больше времени. Вот первое событие. Советский герб, принятый в 23-м году и просуществовавший до 91-го года. Это статья из Википедии, обращая ваше внимание на фразу в конце, что он выражает идею интернациональной солидарности народов СССР с трудящимися всех стран планеты Земля. Это, конечно, ложь. Никакая солидарность тут не просматривается. Просматривается совершенно другое. Просматривается атака нашими символами на весь земной шар. У нас три символа. Это серб, молот и красная звезда. И мы нападаем на весь земной шар, чтобы превратить его, все страны мира, в республики, которые войдут в СССР. Места хватит всем. Задача советского проекта – поглотить весь земной шар, превратив страны в республики. Эта мысль не моя. Я почерпнул ее у Виктора Суворова. Читаете знаменитый его роман «Ледокол». Там дальше есть продолжение многочисленные, в которых эта идея развивается. Даже есть такая книжка «Последняя республика». Вот пока «Последняя республика» не будет включена в СССР, продолжается мировая революция, продолжается борьба за мировое господство. Ну, еще одно подтверждение. Можно найти, например, в стихах Владимира Маяковского, который прямо выражал то, что думали люди, идущие за советским проектом. «Мы живем зажатой железной клятвой, за нее на крест и пулю чешите, чтобы в мире без России и Латвии жить единым человечьим общежитием». То есть все страны нужно загнать в СССР, и это такой проект. Второе событие, которое кажется мне определяющим для СССР второй версии, это моральный кодекс строителя коммунизма, который был включен в программу КПСС 61-го года. Вот тут есть цитата из Федора Бурландского, который вспоминает, как в Подмосковье он вместе с коллегами сочинял редакцию КПСС, это было в 61-м году, и там они получили добро на этот моральный кодекс от Никиты Хрущева. Вот справа вверху Хрущев, справа внизу Бурландский. Тут масса замечательных слов, коллективизм, гуаные отношения, честность, правдивость, взаимное уважение, но есть также непримимая римность и нетерпимость. Что, в общем, для второго уровня нормально, вот это подтверждает, что эти люди хотели внести во власть компоненту 2-4-6-8. Третье событие – это храм Вооруженных сил Российской Федерации, открытый в этом году, в 2020-м. Одновременно культ войны, культ победы, культ православия – все вместе. Как тут не вспомнить нашего друга Виктора Басова, у которых православие, победа и война, и светлый образ Советского Союза слиты воедино. Ну и вернемся к тезису Быкова, который говорит, что путинская Россия взяла от СССР все плохое, не взяла ничего хорошего, и вообще СССР в целом это проект модернистов и прогрессистов, мой комментарий такой. Конечно, сами по себе, 3-4-5-6 – проектное мышление, и 2-4-6-8 – моральное мышление. Это хорошие типы. Но если их соединить с 1-3-5-7, то они утрачивают все свои позитивные качества. И тут пору привести русскую поговорку, что если смешать бочку говна и бочку мёда, получится 2 бочки говна. Ну вот и всё на сегодня. До новых встреч, продолжение следует.